Знакомьтесь, Виктор Романов. Вот уже больше месяца он со своей семьёй и другими добровольными помощниками ежедневно кормит десятки наших бойцов. И не потому, что их плохо снабжают, а просто по велению сердца и потому, что знает, домашняя еда всегда вкуснее. Всё началось 25 февраля. В мамин день рождения, рассказывает Виктор. И ровно с 25 числа я маме говорю, как будем отвечать в день рождения. Давай напичём пирогов и отправим на блокпост ребятам, которые начали уже организовываться. Я увидел в общей группе сообщения Антона, что организовываются люди. Собрал всё, что мог, плюс пироги и всё отправили. Вот мы с 25 числа ни одного дня мы пока не пропускали. Немножко не выдерживаем, но до победы будем. Работа в этом доме начинает кипеть уже в 5 утра и не утихает аж до 4-5 часов вечера. В меню и голубцы, и изразы, и борщи, даже холодец. Готовят всей семьёй. График работы. Солнце садится, а мы попадали спим. Солнце ещё не встало, мы уже ждём, пока оно встанет, потому что надо уже вставить опару на выпечку и прочее. Вот такой график работы. В мирное время Виктор готовил еду на заказ из натуральных домашних продуктов. Сегодня же, по сути, делает то же самое, только в больших объёмах. Здесь, на домашней кухне, готовят из всего, что есть в хозяйстве, что приносят люди с соседних домов, привозят волонтёры. Нас в дом к Виктору привёз Артём. Добровольный организатор всего этого процесса снабжения и доставки. Я им овощи завожу, муку завожу и тому подобное. Потому что они готовят, им особо некогда за всеми этими продуктами ездить. Где удаётся раздобыть, поехал на овощебазе с хозяином, договорился, приехал. Каждый день Антон завозит на кухню Виктору продукты, а потом развозит пакеты с едой по блокпостам. Всё с пылу с жару, ещё тёплое домашнее. А кроме того, Антон организовал сбор медикаментов, пошив военной амуниции в швейных цехах. И всё это благодаря поддержке, в том числе и финансовой, неравнодушных людей. Всё, что было накоплено с семьёй, уже давно ушло. Обратился, естественно, конечно, ко всем нашим соседям. Огромное им спасибо. Помогают, помогают, чем могут. Но без их помощи продолжать было бы невозможно. К процессу готовки для армии подключились многие соседи из садового кооператива. Кто-то делится запасами овощей и фруктов, кто-то варит из них во дворе компот. Каждый день от 20 до 60 литров. Перевариваем вот так вот их сначала в пюре, потом откидываем на друшлячок. И потом чистый компотик вот такой вот получается. Хотите, вот вас мы можем угостить маленькой бутылочкой. Сразу видно, тут любят жить вкусно. Спрашиваем у Виктора, что собираетесь сделать после победы. Наготовлю на всех тортов. Всем Антон развезёт. И, наверное, ещё открою бочку вина, которая лет пять стоит. Не лет пять, а четырнадцатого года она. Вот это будет победная бочка, которую развезёт всем. На 200 литров. И будем отмечать победу. Это первый день победы. Приближает победу, как могут и другие волонтёры-кулинары из местных посёлков. О них мы расскажем в наших следующих репортажах. Подписывайтесь на мой канал.